Неделю специалисты единой дежурной диспетчерской службы Люберец принимают от 7 до 9 тысяч звонков. Каждое обращение необходимо обработать. Серьезная нагрузка для коллектива, который трудится посменно. Работу службы 112 проверил исполняющий обязанности главы городского округа Люберца Владимир Волков. Здравствуйте. Алло. Дай вы слышу, говорите. Что у вас случилось? Этот вопрос специалисты Центра обработки вызовов единой дежурной диспетчерской службы задают с интервалом в минуту. В зале 7 операторов. Система 112 работает по принципу одного окна. В первую очередь служба 112 существует для приема вызовов, связанных с угрозой жизни и здоровью. Кроме того, что она объединяет 4 основные экстренно-оперативные службы, которые мы давно знаем. 0102, 0304. Татьяна Федорова работает оператором ЕДДС второй год. Смена начинается в 9 утра и длится сутки. На одного специалиста за 24 часа в среднем приходится 200-300 звонков. Звонки касаются в основном это вызов скорой. Справочного характера это спросить телефон отдела полиции. Как вызвать врача, я думаю, это очень часто. И вообще задаваем вопрос, потому что номер 122 почему-то путает с нашим экстренным телефоном 112. Задача оператора – звонок принять и обработать. В первую очередь уточнить, нет ли угрозы жизни. Затем установить причину звонка, адрес и соединить со службой, чья помощь требуется. На всю смену в сутки приходится 1200-1300 звонков. Более 50% вызовов связаны с работой и вызовом скорой медицинской помощи. Варято на уровне 50-55%. В районе 20% это полиция ГИБДД. Ну и там, соответственно, небольшой процент, слава богу, связан с вызовами пожарных спасателей, специалистов аварийной газовой службы. В ходе визита Владимир Волков познакомился с коллективом, спецификой работы службы и с условиями, в которых трудятся специалисты. Также он провел планерку с руководящим составом Люберецкой ЕДДС. Участники встречи обсудили рабочие вопросы. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.